МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водители и пешеходы, добираясь на работу, сходились во мнении. Дороги не убирают. Хотя, по официальной информации, на очистку дорог областной столицы 27 ноября выехало 22 единицы техники. К полудню убрали дороги в Центральном и Пролетарском районах. Начали чистить в районе областной больницы Санкт-Петербургского шоссе. Есть техника в поселке Сахарова. Прошлись грейдером по улице Пажи Савельевой и Московскому шоссе. Обработали мосты и путепроводы. Если на том же Крупском путепроводе с утра преодолеть подъем удавалось далеко не всем фурам, то к часу дня мы заметили лишь одну неудачницу. Постояв у подъема, водитель Рафа решил от греха спуститься вниз до лучших времен. В помощь имеющейся в арсенале города снегоуборочной техники пришли дворники. По Твери 121 человек. Чистили в основном остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным зебрам. А еще обрабатывали тротуары антигололедной смесью. Дополнительная в 30 человек бригада дворников вышла на очистку города после обеда. Будет работать вечером. Внимание на мосты и путепроводы. Остановки пешеходные переходы. Вывоз снега обещают в ночь на 28-е. В связи с этим убедительно просят водителей не парковать машины на магистральных улицах, дабы не мешать и без того немногочисленной технике освобождать проезжую часть от накопившегося снега. Сотрудники ГИБДД весь день, 27 ноября, работали в городе, контролируя эффективность снегоуборки. Будем уповать на то, что коллапс 2012-го не повторится. Ведь для безопасных нужд города, по оценке специалистов, Твери нужно раза в 4 больше техники. Но, как говорится, что есть, тому и рады.